Ну что, рачишка, готов ли ты поделиться своим неавторитетным мнением с аудиторией? Мое, как ты выразился, неавторитетное мнение кого-то доволнует, а вот ты подобным похвастаться не можешь. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, капитан Очевидность и новая штурмовая винтовка Кьюби-Зет. Оружие, на которое многие возлагают какие-то, знаете, нереальные прямо надежды и говорят, это новый король. Другие же в сторону новинки и вовсе не смотрят и говорят, что пушка, ну, проходная. Так ли это на самом деле и какие сборочки будут для данного девайса годнотой, сегодня разберемся. Стал вопрос противостояния с текущей метой. Твой вопрос, капитан Очевидность, мы поняли. Речь, конечно, идет о противостоянии новой Кьюби-Зет с СТК. И, друзья, с прискорбием сообщаю, что нет, Кьюби-Зет СТК не перепилит. У вас, конечно же, есть всегда шанс попасть в голову, и тогда владелец СТК просто отлетит без шансов. Но, как говорится, старо предание. С Гелеоном, ХК-433, с Кедром тоже можно выйти на СТК, попасть в голову и выйти победителем из данной не самой приятной ситуации. Но вот ситуация эта на то и неприятность, что СТК настолько быстро пилит, ты еще не успеешь к голову прицелиться, а уже отлетел на респу. Справедливости ради, надо заметить, что Кьюби-Зет в некоторых ситуациях, если вы начали немного раньше стрелять в обладателя СТК, все-таки может короля потеснить. Но в большинстве встреч, когда вы начинаете стрелять в пузо обладателю СТК, а он, соответственно, вам, победителем будет выходить все-таки он, и с этим спорить глупо. Да что уж там говорить, какую бы хитрую, волшебную сборку на Кьюби-Зет ты не придумывал, она все равно, даже по банальным ТТХ, будет уступать СТК. Есть только два параметра, по которым Кьюби-Зет всегда выигрывает. Это дальность и множитель в голову, который здесь, на всякий случай, аж 6,5. По всем остальным параметрам, как бы ты Кьюби-Зет не собрал, она сливает с подливой. И тогда вопрос, а стоит ли ее вообще выбивать? Ты знаешь, Капитан Очевидность, на самом деле, для некоторых людей точно стоит. Если вы настоящий штурмовик или инженер, и вы любите стрелять в голову, и вы помните тот самый Варфейс с его кайфом, и при этом вы не хотите облажаться на РМе, даже на высоких лигах, и, в принципе, иметь годные шансы против СТК, с оговорочкой, что все-таки СТК лучше, то Кьюби-Зет вы вполне можете крутить. Это очень комфортная, приятная, интересная, можно сказать, даже душевная пушка. Которая не может потеснить все-таки полноценное короля, но может ему навязать определенную борьбу. И, возможно, даже с успехом. На всякий случай, из плюсов Кьюби-Зет стоит отметить также наличие подствола. Конечно, это не такой жопоразрывный девайс, который в свое время был у имбела, но, тем не менее, ситуативно он реально может зарешать. И я вам рекомендую не брезговать его использовать. Соседи позвонили, говорят их подтапливать. Давай уже переходить к сборкам. А вот это ты верно заметил, дорогой друг. Давайте действительно переходить к сборкам. Первая сборка – это классика, которую, наверное, поставил каждый второй. Гашение отдачи. Мод на данной пушке практически обязательный, а то будет не особо комфортно. Ну, исключение, если вы сами понимаете. Используйте суперточные технологии с мягким ходом. Но это мы тут не рассматриваем. Также у нас здесь темп стрельбы и множитель в тело. Что ж, классика показывает себя действительно отлично. Распил действительно очень годный, но есть маленькое «но». Сухие тесты показали, что когда вы устанавливаете мод на торс, количество попаданий в торс остается такое же, как без этого мода. Именно поэтому большинство опытных действительно игроков предпочитают сборку номер два. Здесь все то же самое, но вместо торса у нас установлены конечности. И вот тут нам надо на одно попадание меньше в эти самые конечности. Казалось бы, годнота, друзья. Все как надо. Все великолепно. Все рабочее. Но проблема в том, что эти тесты, проводимые на ангарах, нефтибазах и так далее, это искусственные условия. А на тех же подрывах, на РМах, да где угодно, вы часто будете сталкиваться с противником, который Коцан, которого задела, например, граната. И вот в этих ситуациях тот же множитель в торс очень даже может зарешать. И поскольку там процент выше, то ситуация может быть такая, что если вы два раза попадете в конечности, ваш противник умрет. А в торс надо будет всего лишь одно попадание. То есть как бы непонятно, как оно на самом деле. Что же лучше? Кроме этого, можно задаться вопросом, а что происходит при реальной игре, даже если противник не Коцан? Вы стреляете в него, а он в вас. При условии, если вы не попали противнику в голову, вы начинаете попадать ему и по конечностям, и по торсу. И тут становится понятным, что оба мода могут нам пригодиться. Поэтому есть сборка номер три. Это все та же отдача, и плюс к этому у нас конечности и торс. Правда, здесь нет темпа стрельбы. Параметр крайне важный для штурмовой винтовки, однако я полагаю, что им, друзья, мы можем все-таки в данном случае, в случае с QBZ, пожертвовать. Почему? Да очень просто. Бонус по чистому темпу по единицам здесь приличный, конечно, для штурмовой винтовки, но не такой высокий, как у той же СТК. Я тебе могу сказать, применяя данную сборку, я не заметил какого-то проседания по стрельбе в тело. По-моему, все осталось плюс-минус на том же уровне. Поэтому, возможно, данная сборка, если так хорошенько подумать, является самой гибкой. И не исключено, что она будет самой лучшей после введения новой брони. Однако же, друзья, это все разговоры. А что нам надо сделать правильно? Отправиться на какие-нибудь густонаселенные подрывчики, захваты и хорошенечко там с этими сборочками понагибать. Да как так? Как меня в этой игре чпокуют просто без шансов? Да не сы, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счетов плюс 100% кредитов придет. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Вот он в действии, друзья. Самый опасный препарат современности. Скуфидрон. Это ты так адреналин, что ли, называешь? Блин, оригинально, красава. А так? У шариков не было никаких шансов. Да заткнись ты, блин, Кэп. Сука, блин, сразу под руку говорит. Иди нафиг. Уже подвешиваешь. В принципе, это у тебя традиция. С самого начала подвешивать меня. Подумаешь, большое дело. Не попал куда надо, а попал куда нет. Тихо, подожди. Хедшот, бэйби, you got. Ум-да? М-да. С почином,рачина. Благодарю, Днарина. Есть, сработало, офигеть. Честно говоря, я думал, максимум там за код свой. Просто проверю. Ну вот так. Но все получилось. Все получилось даже лучше, чем я думал. Такие обстоятельства меня радуют. О, а это вообще по красоте было. Да ладно, опять сработало. Под ствол плюс скуфидром. Интересная тактика. Хедшот. Такой ты, короче, юмор, а я, блин, просто... Какой? Да просто помойка. Ты бы на себя посмотрел. Ой, Кэп, не надо. У меня как раз юмор такой, знаешь, утонченный. Вот так вот, да. Есть. Дабл килл. Блин, обалденно идет сегодня. Так, хорошо. А вот и обзор на кинетик, пожалуй. Кэпчик, я случайно нажал. Это не та кнопка, короче. Бывает. Это вот здесь должно быть. Во! Вот так вот. По самой Нидер Гланды. Отъехал. Чего себе вы тут откуда? Машина. О, спасибо. Вот это я... Неудачно я немножко подствол применил. Чуть из-за этого сам не отъехал. Знаете, подствол тоже рискованно иногда применять. Э! Да откуда, сука, вот... Ну почему так вот? Ничего не понимаю. Нормальные ты такие ачивки поставил. Благодарю. Все под никнейм придумывалось. Да, по-моему, получилось очень даже годно. Как и первая катка с первой сборкой. Давайте опробуем другие варианты. Ну выходите, блин. Да задолбали. Ну почти всегда здесь ходят. Почему, когда я сюда прихожу, здесь никого? Обычно, блин, полкоманды здесь пробегает. Самый хитрый, да? Прожарка успешна, ребята. Сосо Павлиашвили. Кэп, Сосо Павлиашвили уже не в моде. Хватит. Ты знаешь, что такое безумие? Ничего не безумие, блин. Я тебе говорю просто... Хэдшот, детка. Закон подлости. Не, реально, когда я иду там 1-2 максимум. Иной раз идешь в другую точку, думаешь, ну все, через гараж они не ходят. А тем временем там почти вся команда пробегает. Вот реально, закон полости существует, друзья. И не дурак это придумал, что он есть. Так и есть, реально. Да что это такое? Почему они на нашей базе? Как это вообще понимать, ребята? Вы меня удивляете, команда? Я вообще не понимаю. Как, блин... Это вот база. Ну вот как? Как это произошло, Рокутагин? Ты знаешь, капитан очевидность, у меня тот же самый вопрос. Как это произошло, друзья? Каким образом? У нас почти вся команда там. При этом там бегают противники. А еще коды унесли. Как такое может быть? Ну это просто сука мистика какая-то. Так легко это не будет, я вам обещаю. Нет? Ну вот так вот, да. Нормально. Братарь, может вопрос не скромный, но каким образом мы тестируем сборки, если там моды на тело, а ты стреляешь всегда в голову? Сука, ты меня сегодня так бесишь. Ты можешь хоть... Это ты виноват. Под руку говоришь. Сюрприз. Максимально душевно. Блин, опять тиммейты умерли. Дабл килл, деточка, да. Как можно сдохнуть, блин, в самом начале на подходах? Это что, хобби у вас такое? Не знаю, это реально, надо постараться еще. Ага. Я не понимаю, что ты тут вынюхиваешь? Я инфу собираю, Кэп. Не мешай. Звуки, радар, понимание, где противник. Это важнее, чем умение стрелять порой. Поверь мне. Инфа рулит. Понимание игры. Геймсенс так называемый. Вот, вот так он работает. Видел, хэдшотики, сука, получаются. Поэтому ты не шаришь, не говоришь. Мама, нет. Это было сложно предсказать. О, дабл килл. Еще хэдшотики. Вот так, нормально. Ну вот, а ты тут мне доказывал, что Сосо Павлиашвили уже не в моде. Кэп, вот реально, твой наитупейший юмор, он, сука, настолько плох, что даже по-своему хорош. Вот признаю. Хэдшот. Да. Хэ-хэ. Снайперюга, сука. Самый хитрый, да? В лупе сидит там. Мы проиграли. Наша команда уничтожена. Без лишних слов. Мужчина умер. Что-то, братишка, камбэком тут и рядом не пахнет. Не, давай будем честны. Я камбэка не обещал. Да, друзья, я сам у него не очень верю. Как бы, ну все очень грустно. Команда прямо 10 из 10. И не в положительном смысле этого утверждения, да. Как бы наши дают жару. Так еще уметь надо. Вот так, хэдшот. Ну ничего страшного. Подумаешь, большое дело. Знаете, как говорится? Если уж, как говорит Кэп, Сосо Павлиашвили, то пусть это будет красивое Сосо Павлиашвили. Это будет поражение, достойное победы, сука. Вот так вот, деточка. Да, хэдшоты поставил. Они нас надолго запомнили. Я заметил, ты этот прицел любишь. Да. Вот за что можно похвалить Алонусов, это заведение подобных прицелов. Гибридных. Чтоб можно было кратность менять просто нажатием одной кнопки. Это очень удобно. Если вы еще не распробовали, то со временем, я думаю, вы поймете. Это очень классная штука. Миссия выполнена. Команда противника разбита. Да. Ты сегодня, братан, столько хэдшотов ставишь? Я времена тайпа вспомнил. Блин, Кэп, не сыпь мне соль на раму. Вот это были времена. 2016 год, блин. Варфейс реально вот, он был прекрасен и неповторим. А я еще, кстати, тогда не был под Вивасом. Блин, золотые времена были, что там говорить. Вот так вот, деточка, да. Блин, я пересрал, сука. Я думал, это свой. Будь добр, не облажайся. Катка, правда, очень интересная идет. Не облажайся, как поверь мне. У меня уже, знаешь, опыт имеется. Я же говорю, собираем информацию, слушаем. Противник где-то над нами. Вот, он взял коды. Если он взял коды, что надо сделать? Правильно, надо аккуратно его ставить. Ага. Он где-то у балкона. Сейчас будет подходить. Давай, давай, кто кого? Блин, коды не у него, что ли? Подожди-ка. Подожди-ка. Вот это, сука, сюрприз. Вот это я не понял. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так, друзья, нежданно-негаданно вы стали свидетелями того, что происходит с человеком, когда его эволюция останавливается на этапе дебила Питека. Дебила Питек – это тот, кого ты каждое утро видишь в зеркале. Если у тебя вообще есть зеркало, конечно. Хотел спросить, как тебе эта карта? Ну, спорно. С одной стороны, она, конечно, классная, активная. С другой стороны, она очень прямолинейная. Как, кстати, и весь режим Блиц. Я его не люблю. То есть, как бы он вроде прикольный, но он вроде не командный бой. Хэдшот, детка. Но и не подрыв. Он не тактичный, но и не слишком такой какой-то мясной, азартный. Я бы точно не стал эту карту добавлять на РМ. Как вообще режим Блиц. РМ – это подрыв, это тактика, это... Вот, это хэдшоты, да, собственно говоря, они самые. Наши замечательные, наши сладенькие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как оно залетает-то хорошо. Нет, играть, конечно, приятно. Но для серьёзных замесов нет. Я думаю, этот режим не годится вообще, как и карта. Таково твое мнение. Тенденцию. В твоих видосах последняя катка – это сплошная маслоочизация без шансов. Ну, ты знаешь, Кэп, кстати, да, вот что-то есть, он правильно говорит. Я не знаю, что это, это что-то свыше, или это админ Варфейса. Но кто бы ты ни был, ты красавчик. А можно этот режим на постоянку активировать? Душевно залетаешь, как по маслу идёт в любой катке. Рамбишечки, сука, душевные. Хэдшоты-мозголовчики. Интересно, а эта штука вызывает привыкание? А, этот адреналин. Ну да, кстати, вот реально, когда постоянно используешь, потом как-то рука сама тянется что-то в себя воткнуть. Сука, даже прозвучало как-то отродительно. Это, конечно, нехорошо, не надо себя ничего втыкать. Конечно, ведь всегда есть тот, кто может воткнуть в тебя за место тебя. Ты дебил, конченый, сука. Ты вообще, блин. Я не знаю, блин. Он конченый, всё. Пойма? Нет-нет-нет. Вот так вот, да. Вот это да. Это реально машина. А-ха-ха, сука, заткнись. Какое-то хитрец-то. Самый умный, да, я смотрю? Ну давай, покажи головку. Цыпа-цыпа-цыпа. А-а-а-а. Нет, тихо, подожди. Ну такой расчёт. Нет. Ох ты, блин, кинетик спасает. Тут это многовато как-то. А почему мы всё сюда пошли, блин? До этого никого почти не было. Алло. Нет. Тихо. Меня не видно. Я в домике. Нет. Ой-ой-ой. Хорошее место. Людей прямо на развес даёт. Блин, не говори, сука. Сказал, как ртон, красава. Вот так вот, сука, в крысу. Ха-ха-ха. Да. Не зря я с глушителем бегаю. Всё-таки при всех своих минусах имеет он неоспоримое преимущество. Вот так. О, нормально. Прямо от бедра залетело. Вообще душевно. Давай. Хорошо. И завершающий снубозажима. Да. Всё-таки, Рокутаген, ты истинный подпивас. Нет, я подпивас международного класса. Запомни это, братишка. Что имеем, друзья? Все три сборки прекрасны. Собственно, как и ожидалось. Какую из них выбрать, решать, конечно, вам. Я бы, наверное, предпочёл вторую. С конечностями. Пилит она, по-моему, чуть даже действительно пободрее первой. Ну и третья сборка без темпа стрельбы тоже, на самом деле, хороший вариант с запасом на будущую броню. Некоторые, конечно, считают, что с введением новой брони СТК просядет и Кьюби-Зет станет метой. Однако, просто включите здравый смысл и представьте, насколько должна быть толстая броня, чтобы она сильно нерфанула СТК. Да такая броня, по-моему, сделает вообще всё оружие в игре неюзабельным. Те же снайперские винтовки, пистолет-пулемёты и даже дробовики. А потому, кажется мне, что всё-таки не будет такой супер уж жирной брони. Она будет, конечно, лучше, нежели та, которая сегодня, но СТК она не понерфит. Поэтому Кьюби-Зет очень классная, но в какой-то степени действительно проходная пушка. Хотя мне она очень зашла. И я нисколько не жалею о том, что её выбил. Ну а когда же по-настоящему вернётся голова-шот в Warface и когда пушка, которая предназначена для хедшотов, станет топ-1, мы узнаем в будущем. И я думаю, это будет не Кьюби-Зет, а что-то поновее. В любом случае, надеюсь, что данное видео оказалось для вас полезным. Возможно, при его просмотре у вас стабилизировалось давление, нормализовалось сердцебиение и даже, возможно, ваши волосы стали мягкими и шелковистыми. Если хотя бы что-то из этого правда, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Ступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok